Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии я, Ереман Раимбеков, и сурдоперевод обеспечивает мой коллега Марат Жмабеков. Смотрите сегодня. С другого ракурса художники-мультипликаторы снимают анимационные фильмы по рассказам Ильяса Жансугурова. Горячая пора. Более 300 пожаров зарегистрированы службами ЧАЭС на территории Алматинской области с начала текущего года. Бизнес для всех. 25 многодетных и малобеспеченных семей из Банфиловского района получили возможность открыть свое дело. С 20 июня по 5 июля будет проводиться единое национальное тестирование. В нем примут участие более 130 тысяч выпускников. Подготовлены 1200 аудиторий, 161 пункт проведения. Утвердена пошаговая инструкция. О готовности к ЕНТ рассказали в кулуарах правительств под председательством премьер-министра. В новых реалиях Аскар Мамин поручил обеспечить качественное проведение ЕНТ соблюдением санитарных требований. Так, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции будут предприняты 5 мер защиты. Прохождение тестируемого через дезинфицирующий тоннель. Обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком. Обработка рук санитайзером. Контроль измерения температуры. Предоставление одноразовой маски. Порядок входа в пункты проведения ЕНТ позволит обеспечить расстояние между тестируемыми не менее 2 метров. Будет организована онлайн-трансляция. Тем самым обеспечивается прозрачность и открытость процесса. Данные требуемые стандарты будут реализованы качественно и в Алматинской области, доложился Аманда Кбаталов. В этом году количество выпускников Алматинской области составляет 15,5 тысяч ребят. 11,5 тысяч из них, то есть 73% намерены сдавать ЕНТ. 84% участников ЕНТ намерены пройти тестирование на казахском языке. 16% на русском и 5% учеников на английском. В области определены 16 пунктов проведения ЕНТ. Каждый соответствует требуемым стандартам. Для учеников из отдаленных населенных пунктов будет обеспечен транспорт для перевозки, проживания и питания. Из бюджета предусмотрено 115 миллионов деньги. Алматинская область полностью готова к проведению единого национального тестирования. Также в ходе правительственного селектора обсудили направление занятости. В рамках государственной программы ЕНБЕК планируется создать 600 тысяч рабочих мест по республике. Из них 40 тысяч в Алматинской области. На эти цели выделяется 18 миллиардов тенге. Также в рамках дорожной карты бизнеса в крае ЖТСУ за май месяц уже трудоустроено 4300 человек. Всего по этой программе будет создано более 22 тысяч рабочих мест. Государством выделено 109 миллиардов тенге. Продолжаем выпуск. Курс на рыболовство. До 1000 тонн рыбы в год планируют выращивать в крестьянском хозяйстве МГ ЕМБЕКШИ Казалского района. На первом этапе с 30 тонн продуктивность водоема предприниматель намерен увеличить до 300. С такой инициативой перед главой региона Мады Камбаталова выступил руководитель предприятия. Для разведения выбрана радужная форель. В условиях прудового хозяйства рыба лучше растет в промышленных объемах. А питательная корма придает ей лучшие вкусовые качества. Перспективный проект окупит себя сам в ближайшие годы, рассказывает предприниматель. Воплотить идею в жизнь планируют на свободном земельном участке площадью 3 гектара по руслу реки Исык. Однако есть одна загвоздка. Строить сооружение на ней запрещено. Решить проблему сам предприниматель не смог и обратился за помощью главе региона. Как ты не можешь водоохранить? Оттуда пустыню построишь? Да, до сих пор. Нет. Поэтому им надо... Эти водоохранные сооружения, они не подразумевают строить несколько уровней. 5, 6, 7 этажей. Они все в основном на нулевой округе. Наоборот, тюмен-казан. Там укрепление только железобетонные. И все. Сундермен. В этом плане мы должны вот это все и этому Бави и другим всеми. Своей стороны оказать им поддержку. Хотя чисто я как инженер был. Легкие деньги. Более 20 обращений, связанных с поборами в школах, поступило в региональную антикоррупционную службу с начала этого года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя ведомства на заседании под председательством заместителя Акима Алматинской области Патержана Байжуманова. По словам сотрудников антикоррупционной службы, родители учащихся жалуются, что их систематически заставляют сдавать на ремонт, озеленение и прочие нужды школы. В среднем сумма сборов варьируется от 1000 до 5000 тенге. В этом году борцы с коррупцией за взятку в размере. 200 тысяч тенге задержали директора школы в Карасайском районе. На данный момент материалы по этому делу направлены в суд. Непрекращающиеся поборы необходимо пресечь моментально, заявил заместитель Акима Алматинской области. Патержан Байжуманов жестко раскритиковал руководителей отделов образования и курирующих сферу заместителей Акимов районов и городов за слабую работу в этом направлении. Заместитель Акима поручил на корню пресекать все различные сборы. Я хочу выразить свое мнение и пожелание. Днями и родителями. Учителя или директора просят в школах деньги у родителей. Дети же все это видят. С чего начинают? Со школьной скамьи уже начинаются уроки взяточничества. Школы мы ремонтируем сами за счет республиканского бюджета, за счет местного бюджета. Только в этом году 400 школ пройдут текущие капитальные ремонты. О каких деньгах можно говорить? О каких сборах вообще? Труд облагораживает человека. Государственная программа ЕНБЕК стала отличным механизмом по ликвидации безработицы и продвижению предпринимательства. Так, в Памфиловском районе 25 многодетных и малообеспеченных получили возможность открыть свое дело. Чем намерены заняться начинающие бизнесмены, расскажет мой коллега Анора Магильдинов. Жительница села Надек Бахаргуль Халметова – многодетная мать. Семья воспитывает семерых детей и решила начать свое дело. Оптимально для сельской местности животноводство. За консультацией в этом вопросе женщина обратилась в Центр занятости населения. Сейчас у нас небольшое поголовье крупного и мелкорогатого скота. Однако этого недостаточно, чтобы заниматься животноводством как бизнесом. Для развития нам необходима финансовая помощь. Потому я обратилась в Центр занятости населения, чтобы узнать, какие есть механизмы для начинающих предпринимателей. Мне посоветовали программу Янбек. Так как я являюсь многодетной матерью, мне доступен кредит под 4%. Для развития дела планирую взять 4 миллиона тенге. Взвесив все за и против, Бахаргуль Халметова посчитала условия выгодными. Издала все необходимые документы на получение кредита. За им женщине одобрили. По словам специалистов, в последнее время все большее количество граждан желает заняться сельским хозяйством. На сегодняшний день за получением поддержки нам подали документы 20 человек. Уже на прошлой неделе с 8 гражданами заключили договор. Я думаю, если бы не карантин, количество заявок было бы в разы больше. Так как в регионе для развития сельского хозяйства созданы благоприятные условия. К тому же руководство области оказывает аграриям существенную поддержку. Также здесь очень хорошо налажена транспортная логистика. С начала года в Панфиловском районе в рамках программы «Ямбек» трудоустроились более 1300 человек. 25 жителей получили кредиты и гранты в размере 200 МРП. Также по программе оказана помощь 30 гражданам с особыми потребностями. Аул Сыртанов в Аксусском районе стал самым безопасным. Это стало возможным благодаря общим усилиям полиции и местных жителей, которые не только создали добровольный отряд по охране общественного порядка, но и оснастили его камерами наблюдения, рассказывает Антон Хатиновский. Одна из главных проблем для жителей сельской местности – кража скота. Животноводы Аксусского района неоднократно подвергаются набегам барымтачей. Только за последнее время здесь раскрыт целый ряд таких преступлений и задержаны организованные преступные группировки. КРС, который ворюги не успели продать, возвращается владельцам. Думали, что вообще он где-то пропал или еще что-то. Короче, потеряли надежду. В общем, потом пришел слух, что поймали воров, обратились в полицию. Спасибо сотрудникам, органам внутренних дел. Они вот, получается, нашли, вернули мне мой скот. Устав от разорительных набегов скотокрадов, жители Аула Сыртанов под руководством местного участкового решили взять все в свои руки. Отобрав добровольцев, они создали специальный конный отряд, который каждую ночь заступает на дежурство. Установили здесь и камеры видеонаблюдения. Сервер выведен на участковый пункт полиции, а сам участковый имеет возможность контролировать территорию не только из кабинета, но и посредством мобильной связи. Мы каждый день выходим на патрулирование нашего аула и окружающих пастбищ. Бывает, что находим потерявшийся скот, возвращаем его владельцам. В районе уже многие знают, что мы сами охраняем наш скот, поэтому воры сюда не приходят. В этом году у нас не было ни одной кражи. Стражи порядка Аксусского района предлагают и остальным жителям активизироваться на борьбу с барымтой, по примеру, жителей Сыртанова, чтобы свести на нет распространённый в местности вид преступности. В этом году в районе раскрыто более 20 преступлений, связанных со скотокрадством, то есть 89%. Кроме того, было раскрыто около 10 фактов, произошедших в прошлом году. В районе насчитывается около 3000 крестьянских хозяйств и 89 тысяч голов крупнорогатого скота, а также более 27 тысяч лошадей. Одна из проблем – несвоевременное обращение граждан по фактам краж. В плане комплексных мер, разработанных полицейскими совместно с местными властями, немало профилактических мероприятий, одно из которых на практике доказало право не только жить, но и передаваться как положительный опыт. Антон Хатиновский при содействии Пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Более 300 пожаров зафиксированы службами ЧАЭС на территории Алматинской области с начала текущего года. Большая их часть произошла в жилом секторе. Десять случаев возгорания приходится на торговые объекты. Очередной пожар произошел в городе Талкурган в торговом доме «Сиаропарк», рассказывает наш корреспондент. Сообщение о возникшем пожаре поступило на пульт 101 вечером в начале 8-го. Незамедлительно на место направлены дежурные пожарные расчеты. Первым делом огнеборцы провели разведку горящих помещений, для чего им пришлось проникнуть внутрь четвертого этажа с помощью автолестницы через окно. С начала года это десятый случай возгорания на объекте торговли. Правда, на этот раз горели не товары народного потребления. По прибытию сил и средств было установлено, что на четвертом этаже произошло загорание основного кабелей северного помещения, занимающегося у нас биткоинами. Благодаря своевременным действиям органов государственной предпринимательной службы распространение огня предотвращено. Принятыми мерами распространение огня в здании, площадь которого почти 5000 квадратных метров, удалось предотвратить. В целом, ущерб от пожаров в области составил более 36 миллионов тенге. При пожарах погибло 12 человек. Сотрудники противопожарной службы в очередной раз призывают граждан быть осторожными с огнем и систематически проводить профилактику электрооборудования. Антон Хатиновский при содействии пресс-службы ДЧС Алматинской области. Продолжаем выпуск. 13 июня в Алматинской области официально стартует купальный сезон. Однако, чтобы удовольствие не омрачилось трагедией, спасатели вновь предупреждают, что вода ошибок не прощает. В рамках профилактики специалисты водно-спасательной службы посетили город Капшигай и встретились с владельцами зон отдыха. Здравствуйте, уважаемые. Купально через несколько дней начнется купальный сезон, поэтому будьте внимательны на воде, будьте осторожны, соблюдайте правила. Вы тоже в руке? Капшигайское водохранилище – излюбленное место отдыха как жителей и гостей области, так и отдыхающих мегаполиса. С каждым годом условия отдыха становятся заметно лучше. Только в прошлом году пляжи и водоемы посетили свыше 500 тысяч человек. Их безопасность купальный сезон – задача номер один для спасателей. В будние дни количество туристов составляет до 3000. В выходные их количество достигает 6000 в день. В этом году мы ожидаем огромный поток туристов, уже готовы их принять. Первым делом мы должны обеспечить их безопасность. В прошлом году жертвами водной стихии стал 31 человек, 12 из них – дети. Для недопущения трагедии спасатели совместно с Акиматом проводят профилактические мероприятия. Они проверили все пляжи и водоемы области. Для безопасности отдыхающих установлены информационные таблички о соблюдении правил безопасности. Копчегайское водохранилище наше граничит с таким мегаполисом, как город Алматы. И в этом году ожидаем большое количество отдыхающих. На Копчегайском водохранилище имеется более 140 частных из 7 городских пляжей. Спасатели департамента ЧС устанавливают буйки. Эти буйки будут полностью по периметру, по всему пляжу. Уважаемые жители и гости Алматинской области, просим соблюдать правила безопасности на воде. В первую очередь, это следить за изменением погодных условий. Купаться только на оборудованных пляжах и других отведенных для купания местах. На территории Алматинской области три крупных водоема, оснащенных спасательными станциями. Это озера Алаколь, Балхаш и Копчегайское водохранилище. В купальный сезон эти места под особым контролем служб ЧС, где круглосуточно дежурят бригады спасателей. Дамир Анитов, Алмат Хамид, телеканал ЖТСУ при содействии ДЧС Алматинской области. Сотни граждан Таджикистана застряли в Туркестанской области. Они уже больше двух месяцев живут на автостоянке на границе с Узбекистаном. Люди не могут попасть домой из-за карантина. У многих закончились деньги, им негде помыться. Спят на картоне, едят в антисанитарных условиях. Все эти люди до пандемии работали в других странах, в том числе в Казахстане и России. Когда объявили карантин, они попытались вернуться домой, но застряли на таможенном посту Джебек-Жола. Посол рассказал, что есть вероятность транспортировки таджикских граждан авиарейсом. Балкон с людьми сорвало ветром в Карагандинской области. В результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошел в поселке Шашубай. В этот момент на нем была супружеская пара. Сообщается, что пострадавших доставили в больницу. 36-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, закрытый перелом локтевых костей и раны лица. А у мужчины диагностировано сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и разрыв печени. По факту ведется расследование. Вслед за США в связи с гибелью чернокожего Джорджа Флойда протестует Европа. В Лондоне сотни людей вышли на улицы под лозунгами «Жизнь черных имеет значение». Напомним, Джордж Флойда погиб на прошлой неделе в понедельник в Миннесоте во время задержания. Полицейский применил к нему удушающий прием. Снятое случайным наблюдателем видео фиксирует хрипы мужчины. «Я не могу дышать». Положить конец произволу полицейских требовали и демонстранты на улицах Берлина. До 2000 человек пришли к посольству США, чтобы выразить свое недовольствие. Американские власти осудили действия полиции в Миннесоте. Применившись смертельный прием, офицер взят под стражу. Рейтинг самых богатых спортсменов по версии Forbes поменял лидера. Швейцарский теннисист Роджер Федерер обошел всех топовых футболистов благодаря рекламным доходам. По подсчетам экспертов, за последний год Швейцар заработал более 106 миллионов долларов, из которых 100 – это рекламные контракты. На втором месте рейтинга футболист Криштиану Роналду. У него 105 миллионов долларов. Замыкает тройку игрок Барселоны Лионель Месси. Его доход составил 104 миллиона долларов. К другим темам. По таланту и награда. Медработники области стали участниками необычного конкурса талантов. Особенность этого мероприятия – формат проведения. В роли жюри – жители Алматинской области. Конкурс и голосование прошли онлайн, на странице в соцсетях. На зрительский суд представлены видеоконкурсантов. Их игра на инструментах, вокальное исполнение, художественное чтение и изобразительное искусство оценивалось простыми гражданами на протяжении двух недель. Подсчет голосов определил сильнейших. Победителям вручены дипломы и денежные вознаграждения от областного филиала профсоюза медработников СИНЭМ. В это трудное время на медработников страны легла большая ответственность. Несмотря на это, для нас организован такой замечательный конкурс. Я впервые принимаю участие в нем. Хочу выразить благодарность всем пользователям за их голоса. Благодаря их поддержке я заняла первое место. Особую признательность выражаю профсоюзу СИНЭМ за организацию мероприятия. Этот конкурс показал, что мои коллеги не только профессионалы своего дела, но и талантливые люди. Этот онлайн-конкурс был организован с целью поддержки наших медработников. Решили охватить сразу несколько жанров и не прогадали. По итогам голосования определили сразу несколько победителей. Сегодня провели награждение и вручили им дипломы и денежные призы. Память во имя будущего. Алматинский областной филиал «Союза писателей» провел онлайн-встречу с читателями, посвященную жертвам политических репрессий. В ходе встречи именитые гости исполнили песни Сакена Сейфулина, дипломировали произведения Макжана Жумабаева, Ильяса Жан-Сугурва и Танжара Кажолдаула. Написанные в годы репрессии, а также делились подробностями и жизни интеллигенции того времени. Читатели с удовольствием высказывали свое мнение и задавали вопросы. Стоит отметить, что филиал областного «Союза писателей» работает уже два года и насчитывает более 20 членов. Наши предки были преданы гонению. Их труд рождался в тяжелых условиях. К примеру, произведение Танжара Кажолдаула раскрывает истину репрессии, которым была подвержена интеллигенция. Его произведения были созданы в период, когда он находился в неволе. Учащиеся в Алматинской области занимают ведущие места в рейтинге по числу победителей школьных олимпиад. Свою лепту вносят и ученики Талтыкурганской средней школы гимназии имени Абая. В этом году среди ее выпускников три обладателя статуса алтенбельга и два человека с аттестатом особого образца. Юные гимназисты приносят родной школе не только призы, но и статус лучшей школы среди учебных заведений города. Учиться в школе имени великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева для ее учащихся – большая честь. Быть лидерами во всем – их девиз. Нынешний статус учебного заведения – достижение ее учеников, призеров городских, областных, республиканских и международных конкурсов. Среди них и ученик 11 класса Руслан Атабаев. Его любимые предметы – право и история Казахстана. Именно в них он смог проявить свой талант, принеся в копилку родной школы награды победителя. В этой школе я проучился чуть более года, но тем не менее она стала для меня родной. И я здесь смог проявить свои лучшие качества. И я очень благодарен своим педагогам, которые вкладывали в меня свой опыт, свои знания и помогали мне достичь того, чего я сейчас достиг. Я надеюсь, что ребята младших классов тоже будут участвовать в Олимпиадах, будут хорошо учиться и поднимут престиж нашей школы. За годы существования учебное заведение не раз занимало ведущие места в различных школьных Олимпиадах. В этом большая заслуга преподавательского состава и авторитет Олимпиадников. Ведь на них равняются не только сверстники, но и подрастающее поколение. С прошлого года он начал интересоваться предметными Олимпиадами по предметам физика, информатика и английский. Я интересовался соревнованиями между своими сверстниками и восхищался выпускниками нашей школы. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, собираюсь дальше участвовать в еще больших Олимпиадах и стремиться к успеху. Школа насчитывает более полутора тысяч учащихся. Из них 294 – отличники учебы. Большинство ребят – призеры предметных Олимпиад и научных проектов «Дарын» и «Зерде». В юбилейный год поэта и просветителя Абая Кунанбаева ученики школы посвятили свою победу в республиканских онлайн-олимпиадах 175-летию великого мыслителя, чем еще раз подтвердили звание лучшей олимпийской команды города. В этом году у нас около 30 призовых мест, которые различных Олимпиадах. Если мы говорим о выпускниках, у нас в этом году заканчивают 59 выпускников. Из них три ученика получают знак «Алтенбельгэ», два ученика заканчивают на аттестат особого образца. Они тоже являются все участниками этих Олимпиад, международных конкурсов. И среди выпускников у нас около 20 участниц, которые участвовали в различных конкурсах и Олимпиадах и занимали места. Уже завтра школа простится со своими выпускниками. Из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией 60 учащихся получат аттестаты в непривычной обстановке. Воздвигнут словом «Дворец прекрасный». Классик казахской литературы Ильяс Жансугуров внес значительный вклад в развитие детской литературы. Вышедшие из-под его пера сказки и загадки популярны до сих пор. По некоторым из них художники и мультипликаторы снимают анимационные фильмы. В прошлом году в ходе научной экспедиции Ильясоведов из Москвы на казахстанскую землю вернулись малоизвестные произведения Ильяса Жансугурова. В их числе и детская серия «Жанка», «Шаркей», «Молта», «Одак», сборники стихотворений и другое. Все они написаны на латыни и опубликованы в начале 30-х годов прошлого столетия. В целом, литературный музей имени Ильяса Жансугурова пополнился на 20 изданий детской литературы. Учёные Ильясоведы восхищены тем, что каждая из этих работ красноречиво отображает детское воображение. В прошлом году мы отмечали 125-летие поэта. Мы рады, что благодаря экспедиции исследователи Ильясоведов произведения Ильяса Жансугурова вернулись на родину. Теперь в нашем музее хранятся уникальные работы и документы поэта, включая и детскую литературу, которых нет во всём Казахстане. В своих детских работах, загадках и сказках Ильяс Жансугуров ставил задачи воспитания в подрастающем поколении национальных и духовных ценностей. В его работах прослеживается стремление к развитию детского мышления и быстрому принятию решений. На сегодняшний день насчитывается около 10 анимационных работ, снятых по произведениям казахского поэта. Мультфильм мне очень понравился. Анимация привлекательна и хорошо сделана. В нём много персонажей. Особенно мне понравилась девушка по имени Асем. Мультфильм по произведениям Ильяса Жансугурова. Это своеобразное почтение его литературы. Бесспорно, вклад Ильяса Жансугурова в казахскую детскую литературу огромен. А интересная экранизация помогает лучше понять замысел автора, способствует воспитанию подрастающего поколения. Евгения Присяжная, Мадина Берикова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова